Как молочная промышленность создает обманчивые исследования? Наблюдательные исследования, подобные этим, предполагающие, что молочные продукты могут быть не такими вредными, могут быть смешаны посторонними факторами, такими, как тот факт, что люди, которые едят больше сыра, как правило, находятся в более высоком социально-экономическом классе. Хорошо, но как насчет этого интервенционного исследования? Рандомизированные перекрестные исследования, в котором сравнивалась высокожировая сырная диета с мясной диетой с высоким содержанием жиров и диетой с низким содержанием жиров, насыщенная сырная диета, сыр полон насыщенными жирами, насыщенная мясная диета и мясо, которое напичкано насыщенным жиром. По сравнению с углеводами, диета с низким содержанием жиров и у всех испытуемых оказался одинаковый уровень холестерина. Посмотрим, как они этого добились. Половина исследования оплачивается молочной промышленностью, а другая половина молочной, молочной, молочной и молочной. Если бы вы были молочной промышленностью и пытались разработать исследования, чтобы показать, что диета с высоким потреблением сыра не повышает уровень холестерина, как бы вы это сделали? Кто-нибудь помнит это видео? Это одно из моих любимых. Говяжья промышленность находилась в такой же непонятной, как и сырной промышленности. Говядина содержит насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина, что повышает риск смерти от нашего убийцы номер один. И что же промышленности делать? Поэтому они разработали исследование, в котором они добавили говядину и холестерин снизился. Как это возможно? Вот две диеты. Они добавили говядину и холестерин снизился. Они сделали это, убрав из рациона так много молочных продуктов, свинины, птиц, рыбы и яиц, что их общее потребление насыщенных жиров было сокращено наполовину. Они сократили уровень насыщенных жиров наполовину, и уровень холестерина снизился. Да, они с таким же успехом могли бы заменить твинкес и сказать, что пирожное или глазурь или еще что-то может снизить холестерин. Хорошо, теперь, когда вы знаете трюк, вернемся к этому исследованию. Способ получить тот же уровень холестерин – это убедиться, что все три диеты имеют одинаковое количество насыщенного жира. Итак, как этого добиться? Как сделать высокожировую сырную диету и мясную диету с высоким содержанием жира, чтобы иметь одинаковое количество насыщенного жира? И также диету без какого-либо жира, если только… Подождите, не подсказывайте. Подождите, они добавили в другую диету кокосовое масло? Они добавили так много кокосового масла и печени к так называемой диете с низким содержанием жира, что все эти диеты имели такое же количество насыщенных жиров. И вуаля, вот так вы делаете диету, богатую сыром или мясом, которая не повышает уровень холестерина. Это напоминает не отчаяние, очевидное в этом исследовании, в котором сравнивали. Потребление молока в последние годы резко упало, поскольку люди открыли для себя растительные альтернативы. Как вы собираетесь разработать исследование, которое показывает, что потребление сыра полезно? Спроектируйте исследование, в котором сыр вызывает меньше воспаления, чем веганская альтернатива. Для них эта работа была уже сделана. Дая – это совсем нездоровая пища, но содержит определенно в три раза меньше насыщенного жира, чем коровий сыр. Все, я сдаюсь. Фактически, это может повысить уровень холестерина, настолько же, насколько частично гидрогенизированное масло, насыщенное транжиром. Да, но вы хотите мне сказать, что в группу ДАЯ подложили дополнительное пальмовое масло? Да, вы можете в это поверить. Они сравнивали сыр. Так много пальмового масла, что вегетарианская альтернативная еда оказалась с таким же количеством насыщенного жира, как и сырная еда. Это то же самое, что доказать, что тофу является хуже говядины, сравнивая гамбургер с говядиной, с котлетой из тофа, напичканной салом. О, подождите, мясная промышленность уже сделала это? Но, по крайней мере, у них хватило порядочности признать, что замена мяса тофу в привычной диете обычно не сопровождается добавлением сала. Продолжение следует...